Вы знаете, я бы хотел начать с следующего. Я бы хотел поблагодарить наших коллег, ваших коллег, моих коллег, магистратов, которые, это наши вожатые, наши работники, много, это почти 80 человек, которые, кроме того, что работают, еще учатся, еще вот тут, я так понимаю, пару-тройку ночей провели и решили нам объяснить, чем мы будем заниматься. Мы, магистранты «Артека», приветствуем вас на третьей конференции «Артек. Тематические образовательные программы 2018». В этом году магистранты «Артека» побывали в разных ролях. В ТОП-18 побыли вот теми руководителями проектов, которые должны реализовываться в течение всего года. Это огромный опыт для нас, как для разработчиков смены, как для планировщиков содержания. Если мы говорим об «Артеке» и о смене «Артека», как о большом спектакле, часть актеров – это наши тематические партнеры. Они должны быть посвящены. Мы хотим, чтобы это был единый сценарий, единой смены. И в этом смысле мы должны планировать следующий год. Мы его планируем в таком формате. Делаем это уже третий год. «Артека» постоянно развивается, вносит что-то новое. И это новое всегда важно. Мы всегда, со своей стороны, поддерживаем и готовы этому содействовать. И поэтому на сегодняшнем даже мероприятии выступление Алексея Анатольевича показало и вдохновило на новые фишки, которые мы будем развивать в рамках нашей программы. Нужно быть в курсе для того, чтобы понять, а как мы можем поддержать эти акции, для того, чтобы нам что-то порекомендовать. И это, конечно, только возможно тогда, когда партнеры вместе собираются, все озвучивают свои цели, задачи. И тогда можно понять, а как же ты в этом можешь принять участие, чем же ты, может быть, полезен. И на самом деле даже совершенно, казалось бы, несовместимые проекты на такой конференции, они, в общем, находят точки пересечения. Тематических партнеров нужно направлять, потому что зачастую это люди, обладающие практическими навыками, знаниями в своей области. Конечно же, ваши вожатые, наши наставники, да, уже в будущем, я бы так их назвала, помогают нам определиться и с нашими часами занятий, помогают составить оптимальный план. А, конечно же, мы хотели бы услышать от них, что хотят дети, дети в Артеке, какие это дети, дети Артека. На этой встрече мы работали не только с партнерами, но и с учителями школы общего образования нашего Артековского. Очень было интересно познакомиться с новыми людьми, которые посетили наш Артек, с новыми партнерами, с нашими вузами. У нас есть знания и опыт преподавания, а у вас есть товар. Поэтому это самое благодатное, когда у всех есть чем поделиться, и вот на стыке можно что-то сделать интересное, что понравится всем. Я очень надеюсь, что вы приехали ради того, чтобы понять, что детей много, кто-то хочется увезти отсюда. Главное, и это главное не определяется погонами, статусами, это определяется тем, что мы с вами выбрали. Задача наша была спланировать смены, учесть интересы ребенка, учесть интересы Артека. Важно, чтобы ребенок почувствовал, что для Артека он один, единственный, важный элемент этого значимого процесса. Благодаря такому взаимодействию с тематическими партнерами мы понимаем конечную цель своего обучения. К нам приезжает ребенок, уезжает гражданин. Артек – это вообще-то сегодня уникальная площадка в России образовательная. И новое образование детей, оно начнется из Артека, это мое глубокое убеждение. Человек, который работает здесь, должен разделять нашу идеологию. Наша идеология заключается в том, что разные дополняют друг друга и все одарены. Если ты на многогранях светишь, тонким лучом, например, лазерным лучом, то в определенной грани он будет проявляться абсолютно уникально. Вот примерно так. Важно просто правильно посвятить.